В 988 году князь Владимир и его византийская супруга княгиня Анна совершили крестный ход до церкви святого Василия, первого в Киевской Руси православного храма. Так начало крещения Руси описывается в повести временных лет. С этого дня закончилось языческое многобожие, и люди постепенно прониклись верой в единого Бога. Важность крещения для наших предков. Таинству крещения детей предавался сакральный смысл. Люди Древней Руси еще не до конца отошли от язычества, и по-прежнему, каждый обряд наделяли мистическими свойствами. Так наши далекие предки верили, что некрещенным детям уготована ужасная участь. Они полагали, что ангел-хранитель не накроет их своим крылом и не защитит от бед, потому как без крещения и ангел не положен. По этой причине и запрещалось выносить ребенка из дома до крещения, ведь у него защиты не было, а значит любой лихой человек или не человек, а дух злой навредить может. Торопились родители покрестить как можно быстрее, буквально сразу после рождения, ведь смертность в ту пору была велика. Что ждет некрещенных после смерти? И ждут, таких детей, муки адские после смерти, даже умерших в младенчестве, ибо не избавились они от первородного адамового греха. Некрещенных детей и на кладбище общем хоронить воспрещалось, так как из-за людей их не считали. А представителями мира потустороннего темного, что после смерти явится в виде вампира или демона окаянного. Это, конечно, все темные суеверия наших предков. Крещение – это свидетельство перед людьми, перед Богом и ангелами Божьими о том, что человек открыл свое сердце Богу и готов быть с ним всегда. Крещение – неотъемлемая часть церкви, ведь когда у человека душа просит общения с Богом, и он чувствует, что готов совершить обряд крещения, то он идет в церковь, общается с пастором. Священнослужитель изучает с человеком священное писание, убедившись в искренности веры и готовности в дальнейшем жить по Божьему слову, дается разрешение на крещение. Младенец не может осознать, что он грешен и ему нужен Бог, который его простит и направит по верному пути. Важным моментом является вера. Дети не могут принять подобных решений. Их следует еще обучать и просвещать. Эта миссия накладывается, прежде всего, на семью ребенка. Согласно священному писанию от первородного греха ребенок спасается по вере родителей. Поэтому, если родители веруют в Господа, то дети умершие некрещенными, спасутся. Так пишет святой Павел в послании к Коринфянам, что дети освящены верою родителей. В Библии не сказано, что именно в момент крещения дается ангел-хранитель. Практика же показывает, что существуют люди и другой веры. Мусульмане не крестят детей, у них нет такого обряда. В священном писании сказано, что ангел приходит к ребенку, в сам момент рождения и остается с ним до конца жизни. 40 лет, уже старик, почему так считали на Руси? Даже в наше время многие люди подвержены суевериям прошлого. Когда человека одолевают сомнения и вопросы религии, самый верный путь – прочитать Библию. В этой книге найдутся все ответы. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.